Закон о запрете снюса будет принят уже в январе 2020-го. В Ульяновске появится цветущий сад у профилактория, зеркальные потолки в ДК УАЗ и новая жизнь у 43-й школы. Дом есть, а комфорта нет. Люди, получившие социальное жилье в Димитровграде, вынуждены выживать. Самые старательные ребята отправились на кремлевскую елку. В январе 2020-го года в Ульяновской области будет принят закон, который запретит продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Детали законопроекта Сергей Морозов обсудил с начальником государственно-правового управления Алексеем Преображенским. Разработанный документ проходит обсуждение и согласование. Хочу отметить, что уполномоченный по защите прав предпринимателей тоже поддержал данный законопроект, что очень важно. Опора России присутствующей тоже поддержала законопроект. У всех позиция такая. Этой гадости быть не должно на территории региона. За распространение никотиносодержащей продукции, так называемых снюсов, для физических и юридических лиц планируется ввести строгую административную ответственность в регионе. Штраф до 150 тысяч рублей. Что будет с 43-й школой? Чего ждать от Дома культуры УАЗ и Ульяновского профилактория? Губернатор Ульяновской области проехался по соцучреждениям и зданиям культуры, которые капитально ремонтируют или только собираются. Ринат Алиулова с места событий. 15 лет простоя устраняют за один год. Профилакторий УАЗ капитально ремонтируют за 146 миллионов рублей. Специалисты начали работы в бесхозном обетшалом здании 26 октября. Модернизация разбита на два этапа. На этот год было запланировано выполнить демонтажные работы, сделать выравнивание полов, сделать внешние и внутренние сети, выполнить работы по поставке теплового узла, ну и, естественно, заменить по периметру все окна и сделать кровлю. Олексич уверяет, идут на опережение. Рабочие уже приступили к внутренней отделке. Полностью сделаны внутренние сети, на 70% обшит и утеплен фасад. Самыми проблемными точками оказались внешние сети. Теплотрассы, тепловой узел на объекте практически отсутствовали. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, это перепады полов. Здесь очень сильные, скажем так, перепады, которые пришлось выравнивать стяжками. Это то, что не ожидалось. Ну и также еще состояние стен с внешней стороны. То есть было проведено инъектирование, потому что постройка уже, скажем так, имеет достаточно большой возраст. Готов к модернизации внутренний двор здания, который уже весной начнет переуплощаться в цветущий сад. Здесь разобьют клумбы, высадят новые кусты и деревья. Перечи растений уже готов. С проектом будущей зоны отдыха для пациентов в профилакторе ознакомился Сергей Морозов. Глава региона также прошелся по нескольким этажам учреждения. Если мы пригласим на 8 марта представителей, допустим, механического завода, женщин, ГУАЗа, других крупных предприятий, что они здесь увидят? У нас уже к тому времени, при финальной части насилия, будет отделка сделана ГВЛ полностью, система отопления полностью, уже перегородки выстраиваться будут. То есть они уже почти чистовое? Нет, еще подготовительные. Подготовительные, да. Потому что... Третья-часовая. 38 миллионов потратят на оснащение профилактория современным оборудованием, аналога которому нет в Ульяновской области. Курс медицинского оздоровления смогут пройти жители региона с профессиональными заболеваниями, пенсионеры предприятий, а также представители профсоюзных организаций. Профилактория рассчитана на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием и 40 коек с дневным пребыванием. Здесь будет работать 7 врачей. Кроме этого, мы сейчас, конечно, ведем подбор кадров. В настоящее время реестр кадров у нас составлен. Очень много обращается сегодня людей, которые хотят работать здесь. Поэтому мы, собственно, будем проводить, конечно, конкурсные мероприятия. Ну и главное, для того, чтобы качественно оказывать услуги и оборудование, мы будем учить людей. Перевыполняют план по ремонту еще в одном соцучреждении с приставкой УАЗ. Дворец культуры начали ремонтировать в 2018 году. На реконструкцию предусмотрено порядка 188 миллионов рублей. Поддратчики обещают, до 1 сентября все общестроительные работы должны закончиться. После капремонта учреждение станет культурно-техническим центром «Патриот». Часть, связанная с техническим образованием, расположится на первом этаже левого крыла здания. А ветераны промышленных предприятий для встреч пойдут направо. Северский район, может быть, вот и будет таким хорошим примером для всех других муниципалитетов и районов города, чтобы у нас появился здесь не только дом для молодежи, но и для ветеранов. А вот для молодежи, еще раз подчеркивает губернатор, ДК УАЗ должен стать своего рода инкубатором знаний, где можно будет воспользоваться современными технологиями, почитать и найти информацию в книгах, а также отдохнуть в уютной лаунж-зоне. То есть это должно быть другой совершенно. Это не просто дом культуры, я сейчас говорю. Это будет супер уникальный объект. Тем более, что совсем скоро здесь по соседству, если, так сказать, я думаю, что сегодня мы с молодежью будем встречаться, мы договоримся, здесь возникнет еще и большой, самый главный, говорит культуру молодежи. Сам фасад здания заиграет цветными красками, а вестибюле получат зеркальные потолки. 60 миллионов потратят на систему акустики, режиссерской связи и прочего оборудования для культмассовых мероприятий. А на возвращение здания бывшей школы номер 43 в действующей сети образования потребуется свыше 200 миллионов рублей. Судьбу учреждения решали на профильном совещании в 37-й школе в присутствии губернатора. Присоединяются средства регионального и муниципальных бюджетов для того, чтобы провести очень серьезные ремонтные работы. Практически это будет новая школа, не только с новыми стенами, но и оснащена современнейшим оборудованием. Сейчас уже команда педагогов прописывает очень серьезную образовательную концепцию. После ремонта 43-я школа объединится с 34-й гимназией. Слияние позволит создать единый центр цифрового, гуманитарного и инженерного образования. Так в гимназии будут готовить к творческой деятельности, а в школе расти технарей. Губернаторы интересовали как вопрос о безопасности, так и внутреннего содержания. Сейчас уже появляется дополнительное внешнее понимание. Я пока не вижу внутреннее понимание. Вы мне когда-нибудь скажите, в марте, в апреле. Но мы должны уже наконец-то понимать, что нам важны не вот эти красивые стены. Они, конечно, красивые, вопросов никаких нет. Нам важно, конечно, не вот эту красоту понимать, а что внутри-то будет. Школу планируют оснастить интерактивными досками, оборудовать несколькими современными лабораториями. Полное понимание внутреннего содержания, как заверяют эксперты, сформируется в марте. Сама бывшая 43-я школа рассчитана на 600 детей. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. В Димитровграде повторяется история с социальным жильем для детей-сирот. В этот раз заложниками ситуации стали жильцы дома номер 17А по улице Свердлова. Трехэтажка была сдана более двух лет назад. Более года здесь живут люди. И все это время они испытывают проблемы с горячей водой, отоплением и электрикой. Самое печальное во всей этой ситуации, что назвать ее случайностью, к сожалению, уже не получается. А решать проблемы рядовых горожан приходится чиновникам областного уровня. Ирина Керова живет в доме номер 17А по улице Свердлова уже более года. Ей, как сироте от государства, здесь была выдана квартира. Однако качество полученного жилья оставляет желать лучшего. Всюду по квартире протечки батареи греют едва на третьей своей мощности. По горячую воду и нечего говорить. За целый год люди так и не смогли даже повесить банальную люстру в коридоре, потому что вода течет прямо по техническим отверстиям для проводки. Вот видите, подтеки. Мы боимся, что что-нибудь замкнет. Эти течки постоянно, а не регулярно. Разумеется, девушка пыталась решить проблемы сначала своими силами. Когда обращения в различные инстанции результатов не дали, пришлось идти на прием к областному чиновнику, региональному премьеру Александру Смекалину. Случайно на сайте увидели то, что приезжает вода Смекалин и записались к нему на прием. В итоге, когда мы записались на прием, к нам сразу же за комиссией приехала. Хотя до этого такого мы даже не ожидали, что кто-то обратит внимание на наш дом. Приехала комиссия с администрацией, они конкретно все посмотрели. И дальше, 10 декабря, мы уже пошли на прием. Спустя две недели перед домом собрались руководители почти всех коммунальных служб города, представители госстройзаказчика и главный жилищный инспектор Паульянской области. Прибыл Смекалин. Два года дома, два года, народ, два. Ну хорошо, первый год там, понятно, недоделки устраняли, непонятно, что, куда, зачем, там где-то обычная история, первый год. Второй-то год, что, еще-то надо. В ходе разбора полетов выяснилось, что 15 квартир из 20 в доме являются государственной собственностью. Мы собственники, дом на гарантии. А мы к чему претензий-то не пишем по устранению вот этих замечаний? Имущество-то наше. Нам за наши государственные деньги продали, ладно, не буду, скажу аккуратно, некачественное имущество, да, хотя выразить хочется по-другому. В итоге всем службам была поставлена задача до конца дня заактировать все выявленные жильцами недостатки и к вечеру положить на стол регионального премьер-министра полный список недоделок с четким графиком их устранения. Хочется верить, что вмешательство Смекальна в проблемы данного дома принесет такой же результат, что и годом ранее, но на другом сиротском адресе. Напомним, похожая ситуация была у жильцов дом номер один на переулке Гвардейском. Там бывшие дети-сироты также остались один на один с недотелками застройщика и были вынуждены обратиться за помощью к областному чиновнику. К радости тех жильцов Смекалин сумел сдвинуть дело с мертвой точки. Кемран Кичимакин, Виталий Немов, Демград-24, специально для Управ ДТВ. Тысячи девчонок и мальчишек из разных уголков нашей страны мечтают попасть на Кремлевскую елку. В этом году выдающиеся заслуги ульяновских ребят в науке и образовании, спорте и культуре дали возможность отправиться на главную елку страны. 54 ребенка, отличники учебы, победители и призеры конкурсов и олимпиад, представители кадетских корпусов Приволжского федерального округа, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вошли в состав делегации от Ульяновской области. Новый год на пороге. Настало время сюрпризов и подарков. Полсотни ульяновских школьников отправились на Кремлевскую елку. Билеты на торжество получили самые старательные ученики. Отличники учебы, лауреаты конкурсов и олимпиад собрались во Дворце творчества детей и молодежи. В добрый путь их отправил председатель правительства Александр Смекалин. Отаку мечтает, наверное, и каждый ребенок посетить главного ее страны. Но мечтает каждый. Но для того, чтобы попасть туда, это нужно заслужить. Вы это сделали. Каждый из вас уникальный, каждый из вас звездочка в большом созвездии нашего региона. Одним из счастливчиков оказался ученик Корсунской кадетской школы. Пятиклассник Владимир Решетов получил заветное приглашение в начале декабря. Юного кадета наградили за победу в соревнованиях по каратэ и за разработку патриотического проекта, посвященного хлебу. Новости поездки на елку мечты Володя принесла его мама. Я позвонила маме, она говорит, ты знаешь, что ты едешь куда-то? Сказала, нет, не знаю. Она говорит, ну вот, я тебя когда на выходные заберу, скажу тебе. Я сказала то, что ладно. Потом на выходные я приехала, сказала, ты едешь на Кремлевскую елку. Так я узнал. И что ты испытал? Большинство эмоций. Сначала волнение. Ребят проводили как следует. Для них приготовили выступления артистов и веселые конкурсы. Без подарков тоже не оставили. Всем, кто отправляется в путь, подарили рюкзаки с праздничной символикой. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Уллправда ТВ. В Ульянском педагогическом университете впервые прошел молодежный форум «Мир без террора». Среди участников – школьники и студенты. Мировое сообщество стоит перед очень сложной задачей. Как, строго соблюдая принципы свободы слова, суметь нейтрализовать информационную составляющую терроризма? Следовательно, надо научить молодежь грамотной оценке террористических актов в интернете, в социальных сетях, и правильной их трактовке. Форум стал площадкой, где слушатели получили грамотные знания противодействия проявлениям терроризма и экстремизма в медиасфере. Поделиться своим опытом приехала делегация из Республики Татарстан. Для молодежи очень важно иметь информацию о том, как действует террорист, что из себя он представляет и как с ним нужно справляться. Форуму предшествовали уроки мужества в школах и вузах области с показом видеоурока на эту тему. Также в педуниверситете подвели итоги конкурса среди молодежи на лучший плакат и эссе. Жадовская средняя школа вновь стала областной площадкой по программе развития инновационных процессов в средних общеобразовательных учреждениях. На этот раз в школе ставится эксперимент под названием «Педагогическое сопровождение в формировании духовно-нравственных ценностей у детей в процессе взаимодействия школы, семьи и Русской Православной Церкви». Накануне в учебном заведении прошел семинар с участием преподавателей Ульяновского педуниверситета и священно-началия Барышской епархии. В Жадовской средней школе прошел семинар с участием преподавателей Ульяновского педуниверситета и Барышской епархии. Идея провести подобный эксперимент в образовательных учреждениях принадлежит губернатору региона Сергею Морозову. Главный пазл указа – сохранить и приумножить духовно-нравственные ценности российского народа. «Много народов, много государств погибло. Те государства, народы, которые не смогли сохранить свои духовные ценности. Россия, мамушка, выживала любые трудности и сохраняла ту свою духовность, ту свою религию даже в времена атеистов». В своем слове епископ Барышский и Индинский филарет отметил понятие духовность и нравственность не стоит ставить в один ряд. Нравственность дается нам Богом при рождении, а ее главные аспекты прописаны в заповедях Господних. Духовность же – понятие разностороннее. Она может быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому Владыка призвал педагогов быть максимально аккуратными и экспериментируя не навредить. Духовное нравственное воспитание, оно очень сильно будет зависеть от вашего слова. Слово имеет силу. Поэтому обращаюсь к преподавателям, к вам, ко всем хочется сказать. Положительную духовность можно получить единственное только от того, что здесь мы называем общение с Богом. Я все время говорю, что образование – это не только сумма знаний, полученные как это, но прежде всего образование, свой образ, образ подобия Божия, прежде всего. И поэтому самое главное, я считаю, образование – это образовываться в исполнении заповедей Божьих, образовывать душу своим добродетелями. Как отметил благочинный Жадовского монастыря отец Тихон, главная беда молодежи – праздность. Зачастую молодым людям, особенно в сельской местности, нечем заняться. От безделия ребята пускаются во все тяжкие. Поэтому сейчас очень важно максимально занять молодежь полезными делами. Положительный пример в виде клуба «Пересвет» работающим при Жадовском монастыре уже есть. Сегодня, если мы хотим выйти из-под власти заблуждений, сомнений, из-под власти пропаганды, то нам нужно вести разговор о том, что для нас сегодня является самым главным. Педагоги, ученые и священнослужители поставили себе задачи, которые необходимо решать. Нужно подтянуть ребят в знании русского языка, символов нашей страны и определить правильные направления в духовности. Все выразили надежду, что этот образовательный эксперимент удастся. А в этом случае его опыт применят в других школах Барышского района и всей Ульяновской области. Культура пришла в ульяновские больницы. Студенты Ульяновского колледжа культуры и искусства, которые год продолжают славную традицию. В предновогоднее время приезжают стационары больниц и дают новогодние представления. Самой главной целевой группой акции являются дети. Нашей съемочной группе удалось побывать на одном из таких представлений в детской городской клинической больнице. Нового года ждут все детки страны. И маленькие пациенты больниц не исключение. Расстраиваться не стоит. Для детишек, вынужденных проводить свои новогодние каникулы в лечебном учреждении, проходят елки и интересные мероприятия. К примеру, в круглосуточном стационаре детской городской больницы прошел утренник. Праздничную программу показали студенты Ульяновского колледжа культуры и искусства. Мы являемся волонтерами культуры. Каждый год в преддверии Нового года мы устраиваем новогодние акции. Назвали мы Новый год детям. Мы выезжаем с новогодними утренник в детские дома, школы-интернаты и так далее. Это очень нравится студентам, во-первых. Основной состав – это студенческий актив. И дети очень встречают. Довольны не только дети, но и взрослые. Многим маленьким пациентам и их мамам придется провести в стационаре все новогодние праздники. И елка в стационаре – приятный сюрприз. Мы поступили в субботу в отделении гастроэнтерологии. Очень все нравится. Персонал очень вежливый. Я в восторге. Ребенок ждет Нового года? Ребенок очень ждет Нового года. Надеемся на Новый год дома. Хотим в семейном кругу справить. Детские елки в школе и детском саду придется пропустить. Но, как оказалось, не все. И это заслуга волонтеров культуры. Врачи только поощряют подобные мероприятия. Эмоциональный настрой помогает идти на поправку маленьким пациентам. Это не домыслы, а научный факт. Приближается Новый год. Праздник, который любят дети и взрослые. В нашем круглосуточном стационаре, который рассчитан на 110 коек, ежегодно этот праздник по традиции в рамках национального проекта здравоохранения приходит поздравить наши друзья. Обычно в новогоднюю ночь остается примерно 50-80 пациентов. Послаблений в этот день не предвидится, потому что режимом лечения пренебрегать нельзя. Тем ценнее подарок, который Ульяновский колледж культуры и искусства дарит детям. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ. На площадке у бывшего кинотеатра Меликес было шумно и празднично. Ассоциация ТОС Димитровград и региональный оператор Экосистема устроили для димитровградской детворы новогоднее представление. Ростовые куклы, сказочные персонажи, конкурсы и, конечно же, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Все это было на веселом празднике. В субботу у бывшего кинотеатра Меликес собрались взрослые и дети. Ассоциация ТОС и региональный оператор по обращению с ТКО «Экосистема» устроили новогодний праздник для детворы. Сегодня у нас праздничное мероприятие «Чудеса случаются». Мы проводим это мероприятие совместно с Экосистемой. Они нам всегда помогают, мы им очень благодарны. Ассоциация вообще у нас любит праздники проводить. В рамках праздничного мероприятия был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Фантазии участников не было границ. Снеговики, новогодние шары, елочки из подручного материала. В создании игрушек приняли участие и взрослые, и дети. Поделками тут же украсили большую новогоднюю елку. И мы с двумя детьми, моими, внуками делали поделки. Это вот снеговик, вот еще снеговика вот такого сделала. Часы к Новому году. И вот когда 12 часов пробьют, эти часы дадут всем счастья, здоровья и благополучия. Всех желающих во время праздника катали на лошадях и пони. И, конечно же, не обошлось мероприятие без хоровода вокруг елки. Развлекали детей сказочные персонажи кот и мышонок. Веселились от души все, невзирая на возраст и социальный статус. Очень приятно, что у нас в городе Димитровграде оживает общественность. Спасибо большое Гавайеву Ольге Николаевне, которая активно работает в городе, которая организовывает ТОСы, которая устраивает эти мероприятия. Спасибо большое социально ориентированным предпринимателям в лице экосистемы, которые участвуют в жизни города финансово, подарками всячески. Самый долгожданный момент появления Деда Мороза также стал ярким элементом всего праздника в целом. Главный новогодний волшебник появился на большой машине экосистемы. Такого Димитровградская детвора еще не видела. Вот так появление Деда Мороза! Деду Морозу, как водится, читали стихи и пели новогодние песни, а тот, в свою очередь, не оставил детвору без подарков. Кстати, здесь же были подведены итоги на лучшую елочную игрушку. Победители получили дипломы и призы. Семья Бельдановых была награждена за первое место. Мы сделали сапог все вместе. Мы очень рады, что мы выиграли. Будем участвовать еще. Вообще сам праздник как вам? Очень нравится. Мы первый раз участвуем в этом празднике, нам очень понравилось. Организаторы уверяют, праздник удался во многом благодаря активности местных жителей. Ведь когда к неравнодушным горожанам присоединяется общественность и социально ориентированный бизнес, а в этом случае в лице регоператора «Экосистема» все получается. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок, Демград 24, специально для Управда ТВ. 25 декабря в Ульяновской области ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем минус 6 градусов. Ветер южный 3,6 метра в секунду. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Управда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин